Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Сегодня мы снова поговорим об одной из наших любимых тем, о нашем любимом и несчастном, иной раз, бизнесе. Уже идет не первый год реализации такого проекта, как «Обеление бизнеса» в плане, что установка контрольных основных машин, благодаря которому государству это справедливо будет видно, сколько человек заработал и, соответственно, сколько он заплатил налоги. А в этом году наша Федеральная налоговая служба приступила к осуществлению отраслевого проекта в отношении субъектов предпринимательской деятельности, которые оказывают услуги общественного питания. Тут та же история, на самом деле, тоже все ли применяют эти самые ККМ или ККТ, контрольно-кассовую технику или машин, кто как называет. И об этом мы сегодня поговорим с гостями нашей студии, хочу их представить. Это Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области. Добрый день. Это Игорь Дронов, тоже наш постоянный участник наших эфиров, начальник контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы по Тверской области. Добрый день. И гостя, который у нас находится впервые, наконец-то до нас добралась эта структура, которая всем вам хорошо известна. Это Наталья Потапова, начальник управления продаж малому бизнесу Тверского отделения ПАО «Сбербанк». Наталья, добрый день. Добрый день. А вы нам можете звонить по телефону 3190, что вы думаете, либо как потребитель, либо как человек, который оказывает услуги. Насколько успешно идет так называемое обеление бизнеса, то есть установка контрольно-кассовых машин. Нужны ли эти аппараты? Вот если вы простой человек, нужны ли вам чеки вообще? Часто ли вы как-то задумываете, нужен, не нужен? Может быть, у вас были ситуации, когда вы не взяли чек, а потом, к примеру, пожалели. Неважно, это чек на ботинки или чек на форель с сёмгой, которую вы съели в ресторане, а потом оказалось, что форель-то либо не такая вкусная, либо стоит не столько, сколько вы считаете. Поэтому звоните, эта тема касается всех, потому что, еще раз говорю, мы все каждый день что-то покупаем, какие-то услуги, соответственно, возникают какие-то вопросы. А нужны ли вообще эти чеки? А может, правда, не нужны. Будем как в 90-е на рынке, помните, деньги отдали, товар, все, разбежались. 300-190. Итак, господа, наверное, вопрос кому? Наверное, ДК всем, собственно говоря. Вот как у нас сейчас установка идет у этих контрольно-кассовых машин? Мы уже неоднократно обсуждали этот вопрос, и в прошлом году, и позапрошлом вообще. Каких успехов достиг наш регион? Да, у нас действительно, как вы сказали, не первый раз озвучивается эта тема. У нас государство переходило в три этапа на применение новых онлайн-касс. Если вы раньше помните, то кассы они информацию нам не передавали. На сегодняшний день все три этапа мы прошли. Прошли их, ну, не сказать, что очень легко, потому что первый этап был самый тяжелый, когда не хватало как контрольно-кассовой техники, так и фискальных накопителей. Так, желающие предприниматели, да? Ну, нет, предприниматели были, вот и была проблематика в том, что человек хотел приобрести, авансом брали, то есть задаток вносился, аванс на кассовую технику, а ее, как таковую, ну, не успевали заводы производить. Поэтому мы и освещали в ваших программах и передачах необходимость, как говорится, не дожидаться последнего дня и заранее принимать усилия для приобретения кассов. Это касалось второй, третьей очереди, потому что фискальные накопители заканчивались у нас тоже через год. И наслоение было первого этапа со вторым. В принципе, мы прошли все эти этапы. Сейчас на данном этапе у всех должна быть контрольная кассовая техника, даже у самозанятых. Но остались ряд, как считает служба, недобросовестных налогоплательщиков, которые ведут свою деятельность вне рамках правового поля. В том числе, как вы правильно уже сказали, у нас идет так называемый проект по исключению недобросовестного поведения налогоплательщиков на рынках и создания равных условиях конкурентной среды для ведения бизнеса. В этой связи нами проанализирована информация о количестве рынков, установлены управляющие организации, которые осуществляют деятельность на этих рынках, установлено количество налогоплательщиков, которые там осуществляют деятельность, проанализирована их деятельность, что они делают, чем торгуют, сделаны выводы о необходимости применения контрольной кассовой техники или ее отсутствия, ну и проведена полномасштабная разъяснительная работа. Вот в том числе, спасибо вам, что нас пригласили для того, чтобы мы донесли эту информацию как до наших потребителей, так и до налогоплательщиков, которые обязаны применять контрольную кассовую технику. — Ну а в целом, вот у вас есть какие-то оценки? Сколько процентов уже закупили от техники, а сколько нет? — У нас даже не то, что в процентном соотношении, у нас есть… — Пофамильно, что ли? — Есть пофамильно. — Да ладно. — То есть они сейчас затрясутся, кто работает без машины? — Ну почему затрясутся? Это же информация, она открытая и общедоступная. Управляющие компании… — Наверное, сейчас вообще в ужасе. — Я же повторюсь. — Открытая и общедоступная. — Нет. Управляющие компании получают денежные средства от наших предпринимателей, торгующих на рынках. Поэтому они применяют кассовые аппараты. Мы видим поступление денег. От кого и сколько. В том числе, ими предоставлены списки. Кто с ними заключил договор на осуществление торговли на их территории. Поэтому вся эта информация у нас есть. Для этого необходимо только посмотреть наш информационный ресурс, зарегистрирован контрольная кассовая техника или нет. Все. Вот фамилия, вот касса. — И в итоге? — В итоге у нас 50% без кассовых аппаратов. — На рынках? — На рынках, да. Объясню ситуацию, с чем складывается. Вот у нас всего 31 рынок. На этих рынках? — Где? — На территории Тверской области. — На территории Тверской области. — Важный момент. — В городе 7. 7 официальных рынков. — В Твери. — Нет, я неправильно вам сейчас цифру сказал. В Тверской области официальных рынков, которые имеют статус рынка, зарегистрировано Министерством промышленности Тверской области, 7 официальных рынков. — 7. — 7. В Манаме установлено 31 место осуществления деятельности. — Торговые. — Торговые, да. Это ярмарки всевозможные, там, выходного дня, не знаю, как их, ну, все по-разному называют. — А вот на Трехсвятской, ой, на Новоторжской бабушке, которые якобы собраны лично черникой торгуют, это как? Вы их тоже считали? — Нет. — И есть же такие постоянные места. Вот здесь у нас на стыке улицы Вакжанова и Смоленского, там тоже постоянно люди торгуют. — Стихийные. — Вот, да, это стихийные. — Так а о чем отличается стихийные от нелегального? — Здесь в чем ситуация? Вот то, что мы просчитали, это предоставленная информация органами местного самоуправления. Земля, она не может быть ничей, она кому-то принадлежит. Если эту землю кому-то сдали в аренду, за нее получают плату. Вот нам сообщили о том, что администрация, муниципальное образование заключили договора, вот 31 объект у нас есть. Все остальное, ну, это вне рамок правового поля, я думаю, что, может быть, не последняя эта передача. Может быть, вот Антон Владимирович пригласит правоохранительные органы пообщаться на эту же тему. — Они вам скажут, мы проводим рейд, они нам присылают время от времени, что пошли, там подошли. — Я одно уточнение внесу, Роман. — Конечно, нужно. — Еще такой важный качественный момент. Бабушка, которая торгует овощами, купленными на оптовой базе, это незаконный предприниматель. А бабушка, которая яблоками и петрушкой со своего огорода, это другая история. Мы не проверяем, слава богу, мы для радиослушателей, для всех предпринимателей участвуем в проверках на стороне предпринимателей. Это первое. И второе, Игорь Владимирович сказал, да, действительно, большинство предпринимателей должно работать с контролемой кассовой техники, но есть исключения, в том числе и законные. Ну, например, в труднодоступных местах контрольная кассовая техника применяется с оговорками или в удаленных местах. Кстати, Минпромторг Тверской области эти перечни меняет, они опубликованы, два постановления регионального правительства, где, в принципе, неустойчивая зона покрытия интернет, есть вопросы вообще с передачей данных. И там, скажем, контрольная кассовая техника работает, ну, в таком, может быть, не в полной мере. Это тоже надо учитывать. То есть основные требования, о чем я согласен и сказал коллега, то, что на рынках, на ярмарочных территориях, когда речь идет о перепродаже товаров, оказании услуг, должна применяться контрольная кассовая техника. Тем более, если человек платит за место и за размещение. Это видно и очень важно, что, на мой взгляд, важно, что как раз идет движение со стороны налоговой службы не по линии кнута и правоохранительных органов, а в профилактическом плане. Мы два месяца назад почти, да, как раз в центре «Мой бизнес» начали с чего? Пригласили деловые сообщества, там, «Опора России», «Деловая Россия», там, другие организации, наш институт по защите прав предпринимателей, где сначала проговорили, а как будет вестись работа, что это исследовательский сначала компонент, мониторинг, кто имеет, кто должен, кто размещается и где. Я прерву, я вас прерву, мы должны сейчас разместить в своем эфире рекламу. Три минуты не переключайтесь, потом продолжим. Мы говорим сегодня об обвелении рынка, об установке контроля кассовым машинным бизнесом. Поэтому звоните нам после рекламы 3190, готовьте ваши вопросы. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о том, как идет обвеление нашего бизнеса, в первую очередь, конечно же, малого, среднего бизнеса, попросту говоря, установка контрольно-кассовых машин, естественно, современных, а не каких-то там советского образца, которые передают данные сразу же онлайн. Мы как раз говорили, что, оказывается, не все обязаны такие иметь машины. Вот если это какая-то зона удаленного доступа, какой-то, я так понимаю, хутор, да, наверное, где... Кто там, правда, что-то продает, я вот... Есть автолавки, есть, наверное, торговая точка. А вот колхозень, который осенью картошку на Старецком шоссе продает со своих фур, это вот они должны продавать по чеку? Вот мы едем со съемки, нам предлагали 15 рублей кило. С машины. С машины прям, да. Ну, они говорят, это мы сами вырастили, наша, своя, не в Белоруссии купленная. Ну, вот в данном случае, на данном этапе законодатель предусматривает необходимость применения контрольно-кассовой техники. То есть и они должны? Потому что торговля идет именно с автолавок, с автофургонов, прицепов на территории рынков. То есть, если это территория рынков, то да. А если у дороги и своя продукция, ну, желательно не с машины, с какого-нибудь там лотка, стола, тогда не надо. Вот, знаете, несколько лет назад путешествовал с семьей на юг и проехал Ростовскую область, Краснодарский край и так далее. Там действительно каждый поворот от главной дороги такая благоустроенная ярмарочная территория. Вот моя мечта, честно говоря, чтобы ни с машины, ни в пыли, ни в грязи, а у каждого фермера просто была возможность приехать, спокойно разместиться и продать выращенные там на своих участках продукцию. И вот, ну, наверное, такой идеальная составляющая. А сейчас что получается? Что из зоны регулирования те, кто вам там картошку предлагает, Рахман, на дороге приобрести, они выпали. Ну, они осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность все-таки. Ну, да, в том числе. Да. Но применение, да. Вот здесь момент такой тонкий, да. А те, кто должны, может быть, те же самые, но они на проходном месте, на территории сложившейся торговли, хотят, чтобы у них быстрее купили товар, они должны дополнительное обременение нести, помимо там платы за размещение, вывоз мусора, электричества и так много таких и фермеров есть. Вот вчера у нас глава союза фермеров Светлана Максимова была на заседании общественного совета по защите прав предпринимателей к ней. Массовые обращения тоже сейчас идут от людей, которым нужна помощь по сбыту продукции. Они в таких нескольких неравных условиях находятся, потому что должны все-таки дополнительные расходы понести. Хотя это требование закона, я напомню, да, что вся история с проектом Рыдки, она началась, по сути, с поручения президента, которое направлено на обеление вообще ситуации в экономике. И если уйдем от тверских реалий, крупные торговые, в кавычках, может быть, в чем-то, рыночные точки в Москве, в Санкт-Петербурге, может быть, где-то в Приморье, в других регионах, на десятки тысяч торговых мест с двухэтажными контейнерами. Там же в чем суть проблемы? Не в том, что это может быть как-то выглядит не так с точки зрения благоустройства или нравится кому-то, не нравится. А проблема вся экономическая, потому что это оборот наличности, неконтролируемый, плюс часто производимый негражданами России. И вывод валюты происходит за пределы Российской Федерации, где, опять же, на эту валюту покупается товар, который потом нашим гражданам продается. Абсолютно некачественные продукты. Да, некачественные продукты, контрафактные. Так и бывает. Я эту проблематику знаю, с какой еще стороны. К нам предприниматели последние три года устойчиво обращаются, когда они приобретают на таких крупных столичных рынках товары, даже потом реализуют в магазинах, там, детские игрушки продают. А потом объявляется некий, я бы его тоже в кавычках назвал, правообладатель, который 40 раз доверенность кому-то передоверили и говорит, а вы знаете, вот этот мультик, я тут заявляю свои права, и если вы мне не заплатите за каждую игрушечку с медведем, да, 300-500 тысяч, встретимся в суде на несколько миллионов рублей, и я понимаю, что да, предприниматель виноват, не проверил, документы сопроводительные не все собрал, сертификаты не посмотрел, виноват. Но та территория крупная, и когда из Восточной Республики ввезли все эти игрушки, где были там и контролирующие органы, с одной стороны, с другой стороны, почему там, где корень зла, как бы не проверяются эти моменты. И вот эти вещи, направленные на обеление, в том числе через внедрение, дальнейшее внедрение контрольно-кассовой техники, они как раз, ну, позволят исключить вот эту серую схему. Наталья, скажите, ну а что, можно сказать, банковская вообще отрасль, банковская сфера вот по поводу вот этих темпов реализации вот этого нашего обеления бизнеса? Да, Роман, спасибо за вопрос. Действительно, мы сейчас чувствуем остро, что проблема установки контрольно-кассовой техники есть. Я это вижу по повышенному спросу, примерно с февраля отмечаю повышенный спрос. Этого года? Этого года, да. С начала наших мероприятий, прошу прощения. Да, я корреляцию, Игорь Владимирович тоже отмечаю. Повышенный спрос на наши онлайн-кассы, и с удовольствием отмечу, что у экосистемы Сбера есть решение, и, на мой взгляд, очень хорошее решение для предпринимателей. Я с собой принесла, если позволить, я тоже продемонстрирую. Мы реализуем несколько вариантов онлайн-кассы. Это наша дочерняя компания Эватор, и она так и называется, касса Эватор. Я думаю, что многие предприниматели уже столкнулись, и я сама, как покупатель, часто приобретаю что-то, вижу, что клиенты пользуются именно этими кассами. В данном случае это Эватор 5i, так называемый посттерминал 2 в 1. 2 в 1 – это сама касса и терминал для оплаты банковскими картами. Сейчас покажу, как это работает. Из преимуществ очевидно, что небольшой размер умещается у меня на ладони. Легкая касса, меньше полукилограмма весит. Работает без зарядки 12 часов на аккумуляторе. Ну и, в общем-то, интерфейс интуитивно понятен, как пользуется кассир продажа. Отсканируйте товар или добавьте из каталога. То есть, здесь два варианта возможно. Найти товар, либо я по свободной цене, для рынков это актуально. Выбираю, там цена, 100 рублей, чек, к оплате, 100 рублей. Дальше выбираем, каким вариантом мы платим. Либо это наличный, либо это банковская карта. То есть, можно и наличкой? Естественно. Главный чек выдать. Да, здесь, я же говорю, это терминал два в одном. Это касса и терминал для оплаты банковскими картами. То есть, не надо уже, как мы часто сталкиваемся, когда приходишь на рынок и говорят, переведи ко мне на карту, или даже частенько в магазинах тогда просят продавцы, переведи на карту. Я, конечно, как банковский работник категорически этого не приемлю. Это неправильно и по закону, и по совести, и по нашим правилам тоже неправильно. То есть, предпринимательская деятельность должна осуществляться в соответствии с законом. И здесь выбираем хороший вариант платить QR. Наверное, уже многие пользовались, когда не нужно долго думать. У многих смартфоны сгенерил код. Вот прямо нажимаю платить QR. Здесь он мне сгенерирует код, и я навожу свой телефон, свою камеру и плачу QR, если мне так удобно. Ну, видите, буквально несколько секунд весь процесс занял. То есть, в общем-то, на мой взгляд, для торговли и для услуг это лучшее решение. Также мы еще несколько вариантов касс Эватор реализуем. Они есть, здесь можно и в нашем центре развития бизнеса, и в Волочке, и в Оржеве. Там, где предприниматель обслуживается, можно без проблем взять в аренду, либо приобрести эти кассы. Ну, говоря о Волочок, Оржев и далее везде. Она ведь тоже работает, что называется, от интернета? Да, да, интернет, Wi-Fi, либо симка. Антон уже упомянул, ну, я сам просто знаю, товарищи, я езжу по области, по работе. У нас интернет, к огромному сожалению, даже по Москве-Питер. Едешь, даже, даже там он пропадает. Берешь куда-то влево по региональной трассе, там, неважно, у дома, куда угодно, там еще хуже. И вот нас смотрят сейчас предприниматели, нас смотрят не только в Твери, в каком-нибудь Весегонске и так далее. И у них вопрос, я куплю у вас, а будет ли у меня это работать? — Смотрите, ну, на самом деле, я лично редко видела предпринимателей прямо в лесу, где нет связи. — Нет-нет-нет, Наталья, я про трассу, я про торговую валюту, трассу. — По трассе, я думаю, что можно найти оператора, где будет максимально доступный интернет. — Тут еще есть один плюс. — Я про райцентры. — Смотрите, в этом, наверное, и смысл фискального накопителя. Я и хотел спросить, тоже вопрос у меня был, предприниматели задают. Если касса онлайн, зачем накопитель и деньги на него тратить? Он информацию хранит, и в течение 30 дней, даже если интернета нет, она выгружается потом. И это как раз может, насколько я понимаю, даже как потребитель, это и поможет предпринимателю избежать ответственности. Потому что информация хранится, потом в зону доступа попал, онлайн выгрузилась через оператора фискальных данных информация, и, слава богу, никто ничего не нарушил. — Да, вы правильно сказали, она передается, как только попадает в зону действия, не обязательно через 30. Если не была передана эта информация, то через 30 дней касса блокируется просто. И у нас уже идет сведение о том, что касса встала. — Но у меня вопрос, как у покупателей. Ну, мне-то продадут товар, хотя, может быть, интернет, грубо говоря, завис в эти 5 минут, когда я пришел к покупателю. — Вам продадут, чек выдадут, чек дадут, да. — Просто информация потом когда-то дойдет. — Да, у нас дойдет, да. — В зоне хорошего покрытия сразу же в течение 1-2 минут попадает на наш сервер. — Нет, я, наверное, просто задавал вопрос как покупателю, мне было интересно, то есть, смогу ли я купить. — Ну, как покупатель, хоть раз вообще спросили чек в магазине, пришлите мне, чек или... — Нет, в магазинах мы уже настолько привыкли, что тут без чека, как говорится, там не продают. — Да, ну, во-первых... — Я имею в виду, пришлите, тут еще я для телезрителей хочу сказать. — А, электронный чек на адрес электронной почты, да. Чтобы его не хранить в бумаге, в чем привилегия онлайн-касс, правильно Анатолий Владимирович говорит, это возможность передачи на вашу электронную почту чека. — Или в СМС еще, да. — Прежде чем. — В СМС, да, но я вижу, что покупка совершена и так далее. — Ну, я просто вот вчера, сейчас же там все-таки еще как в режим повышенной готовности, у меня родители сейчас сделали привив, повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса. — Странт к веселому. — Я, ну, несколько дней в неделю родителям жены своим, покупая продукты, привожу. Они, ну, так скажем, активно не выходят, и возраст рискован, и в процессе там вакцинации, и полные пакеты, карманы, чеков, конечно. Вот, но сам себя поймал на мысли, когда вопрос задавали, давно ли там брали чек и прочее, ни разу не спросил. Вот, и пока еще, видимо, культуры это еще нет, сказать, пришлите мне, пожалуйста, да, там, на электронную почту, вот мой адрес или СМС. Понятно, что этот затор там в очереди и прочее, может быть, но я не про гипермаркет, может быть, говорю, а вы там пришли в художественную галерею, да, там, картины выбирали, и вы там один из двух человек, который в этот час приобрел. Автомобиль, картины выбирали? Автомобиль в художественном салоне. А, я думал, ничего, если у нас галерея распродает картины. В художественном салоне, неправильно, да, сказал, да. Ну, у нас, почему, у нас на выставках тоже продаются картины. И вот в онлайн момент, наверное, все-таки, раз мы переходим к таким бесконтактным способам, культивировать это. Это и, наверное, с подачи потребителей. Сейчас у нас Всемирная неделя потребителей, да, идет. Да. Коллеги из Роспотребованного надзора там проводят мероприятия многочисленные. Если потребитель будет предлагать, просить, то и предприниматель будет нормально к этому готов. И вот о чем коллега сказала, тоже несколько раз и на рынках соприкасался с такой ситуацией. Это, кстати, удобно. Вот в тот момент, когда еще не было терминалов, а в кассе же должен быть терминал, до карты, а его нет. Переведите мне на карту. Вот это, да, с одной стороны, это удобно, потому что, как там, за карту... Но, как коллега сказала, незаконно. Да. И здесь дополнительный риск, да. Вот, Игорь Ильич, можно сказать по этому поводу? Потому что, там, штраф для работы без ККТ один, а если вот на карту переведут к физическому лицу? Ну, здесь это не наша сфера деятельности. Мы за это, даже не знаю, наказывать никоим образом не можем и не уполномочены. Но, опять же, положение, как было сказано коллегой, Центробанк данные действия не одобряет и запрещает. Поэтому санкции и последствия, ну, не наша епархия. 13% просто, да. Если, там, самозанятый, условно, заплатит с дохода 4 или 6%, то... Ну, если не зарегистрировано, да. Да, то человек, в принципе, так, при определенных условиях, там, можно сказать, у тебя доход. Плати 13%. Ну, на карту поступили. Но это налоговые скажут. На карту поступили, это налоговые скажут, да. Если он не зарегистрирован как предприниматель, то это еще и незаконная предпринимательская деятельность. А, как вам известно, налоговые органы вот наделены сейчас полномочиями запрашивать личные счета граждан, в том числе и карточки банковские, распечатки по поступлению, по расходам денежных средств. Поэтому, для нас не будет являться тайной, в какие дни, кто и сколько перечислил денег данному лицу. Поэтому, вся налогооблагаемая база, она будет предоставлена нашими коллегами из банка. Ну, муж вообще понял, что от вас вообще тайны никаких, там, по-фамильному, вы там, всех знаете, кто там на рынке чем-то торгует? Ну, вот и хотелось бы вернуться к этому вопросу по-фамильному. С учетом того, что проведен анализ, как таковой и установлен, вас же заинтересовали цифры. Вот у нас обязаны применять контрольно-кассовую технику на этих рынках 471 субъект. Опять-таки, уточним, города... Области. Я про область. Я буду сейчас говорить все только про область. Обобщенные цифры 471 субъект. Из этой цифры 71 субъект – это добросовестный налогоплательщик, к которому мы никаких претензий не имеем. Он имеет контрольно-кассовую технику, информация передается. То есть, это добросовестный плательщик, который несет затраты по аренде места на рынке, по приобретению ленты для кассы, по электричеству, чтобы ее подключать, как говорится. И 400 недобросовестные, которые эти затраты не несут. Поэтому у нас возникает вопрос, почему в неравных условиях. И это, прежде всего, обращение к нашему населению, к нашим гражданам, чтобы они защитили, как свои права, вы правильно сказали, не дай бог что-то случится, и как можно подтвердить, что именно от этого все произошло. Это чек, документ, подтверждающий факт приобретения товара именно здесь. Поэтому, если есть какая-то у граждан претензия к нашим недобросовестным налогоплательщикам, которые осуществляют деятельность с нарушением действующего законодательства, обращайтесь, передавайте эту информацию к нам на телефонной горячей линии. На сайте у нас есть, а так, телефон 506728. Мы примем ее в работу. По цифрам, с учетом того, что у нас есть предприниматели, которые несут затраты, которые не несут затраты без касс, они находятся в неравных условиях, к тем, кто недобросовестный. Помимо того, что он не имеет кассовых аппаратов, так еще из этого количества 78 они снялись с учета как предприниматели и стали просто физлицы. О чем это говорит? О том, что человек, осуществляя свою деятельность на рынке, уже целенаправленно, преднамеренно нарушает требования законодательства Российской Федерации. То есть, мало того, что он не применяет контрольно-кассовую технику, так он еще, получается, ведет незаконную предпринимательскую деятельность. Вот к таким лицам будут применяться не только санкции с нашей стороны, как за незаконную предпринимательскую деятельность, но если правоохранители смогут доказать систематичность, а это очень легко доказывать с учетом того, что идет аренда, и сама управляющая компания говорит о том, что ежедневно идет проплата, и на этом рынке установлен киоск. То есть, идет торговля с киоском. Поэтому здесь уже и уголовная ответственность, 171-я статья Уголовного кодекса за незаконную предпринимательскую деятельность. Вот хотелось бы, благодаря вашей площадке, через ваш эфир обратиться вот именно к этим гражданам. Фамилии-то неизвестны. И самое главное, что эти фамилии уже... Это был сказать гражданин Иванов? Ну, не надо, зачем? Персональные данные. Это персональные данные, и в принципе информация, с учетом того, что, как Антон Владимирович сказал, у нас создан так называемый оперативный штаб, куда входят представители различных направлений, в том числе и правоохранительные органы. Данная информация доведена до сотрудника, участвующего в деятельности данного штаба. Поэтому отработка с их стороны также будет проходить. Ну, это в чистом виде нелегальный бизнес. Вчера вот руководитель нашей деловой России, Олег Лебедев, тоже говорил, что одна из ключевых проблем предпринимателей легальных, это то, что многие работают в тени. Нелегальный бизнес. И вот эти 78, которые попали в поле зрения, ну, моя здесь позиция какая? Да, это нелегальный бизнес, он нарушает, он может быть привлечен к ответственности. Кстати, предупреждение, это тоже мера ответственности. И второй момент здесь еще, я бы на что обратил внимание. Мы вот на штабе тоже обсуждали, в управлении Федеральной ЛВС, параллельно с тем, ну, все-таки есть разные причины. Я допускаю, что же этих 78, 15, 20 каких-то, или там другая цифра, не знают, не умеют, не обращались, там, бухгалтер вел какие-то дела наемные за несколько тысяч рублей. Допускаю. И мы предложили здесь Роспотребнадзору, в Потребской области, у них уведомительный порядок, да, начало предпринимательской деятельности. Да, поймали, установили, виново, надо работать с кассой, но и давать возможности разъяснять. Вот уведомление, ты можешь и в бумаге, и в управлении Роспотребнадзора, и в онлайн формате направить, уведомить. Я начинаю деятельность законно, легально. Это такой воспитательный и важный момент, мне кажется, его как альтернативный, как параллельный с контрольными мероприятиями, конечно, можно применять. Ведь мы говорим еще о такой проблеме, как общепит, сфера общепита. Известно, что там тоже большая проблема в плане выдачи как раз чеков. Вот, Наталья, мне опять-таки интересно, к вам много предпринимателей, обращаясь к предпринимателю, которые работают в сфере общепита, тоже, а вот там такую чудесную машинку, пожалуйста. Продайте. Потому что я, причем, имею в виду даже не какие-то большие рестораны, и уж молчу, сетевые, там, транснациональные, всем известные, американские и так далее. А, к примеру, представители, которых сейчас много на улицах наших городов, которые торгуют шавармой, в первую очередь, ну и прочим таким фастфудом. Роман, ну на самом деле, как я уже сказала, всплеск мы и наблюдали только по рынкам. Вот, видимо, все-таки связано с этой деятельностью по общепиту, пока такого всплеска нет. Естественно, кафе и рестораны, они оборудованы и кассовым парадом, и сигналом. Да, их понятно, не будем трогать. По более мелким точкам пока всплеска нет. Здесь еще можно один момент дополню. Пандемию в пандемию и прошлый год привел к тому, что стали развиваться доставки еды, различные сервисы, многочисленные. И здесь есть один узкий момент, он у нас возникал. Спасибо, Григорий Владимирович, когда пришли к нам на площадку. Мы собрали с Федерации рестораторов и ательеров основных участников рынка. Они, да, они уже действительно работают, они уже знают, как работать с кассами, с системой ЕГАИС и так далее. А вот те малые предприятия, которые работают, типа Островков, или наоборот, доставку осуществляют, это должна быть переносная касса, насколько я понимаю. Вот она как раз здесь. И, скажем так, оформленный в онлайн чек в стационаре и неоформленный при передаче пиццы, это вот тоже может быть, поправьте, создать угрозу к нарушению. Но в том-то и дело, ну пандемия, пандемия, но я лично, как человек, который ходит по улицам нашего города, замечаю, что вот они сейчас полно, опять снова работают. И хорошо, что работают в прежнем режиме. И вот зашел, оплатил, неважно, там банковской карты, те шеварму дали, мне поркают чек, там, честно говоря, речи как правило. Ну, даже мы, наверное, мы виноваты по потребителям, тем не менее. Да, в том числе и потребитель виноват, потому что не требует. Если бы ему отказали и сказали бы, нет у меня ничего, то тут уже была бы действительно как-то ассоциация, а не дай бог от этой шевармы что-то. И законно ли он вообще здесь стоит? Это вопросы также к нашим коллегам, как вы уже говорили, Роспотребнадзора. Я, кстати, знаете, почему лично как потребитель чеки беру, даже в магазинах? Потому что, ну, просто вот, может быть, какое-то странное такое восприятие, что если что-то случится в санитарном плане, доказательные базы, понятно, что это не основное, можно и без чека обращаться за защитой своих прав. Но это серьезный аргумент, что я тогда-то, тогда-то тот и тот и приобретал. СМС, который придет, ну, Капрелкарты, плать ему, что там в таком-то кафе в 12.38 купил, это разница считается? Тоже, тоже считается, но я именно для себя. Что вы купили? Единственное, если с 1 февраля, Антон Владимирович правильно сказал, если у вас идет оплата картой, просто идет сумма оплата, да, перечислена сюда. За что перечислена? Может, вы, извините, там, коробку гвоздей купили. Причем в ресторане и съел. Ну, хорошо, в ресторане вы купили на вынос с собой какой-нибудь там, ну, алкоголь, что-то, что можно еще взять в ресторане, такое не связанное с отравлением. На вынос можно и мясо, блюдо жаркое заказать, и заверните, я дома доем. А пока ехал, да, в трамвае жарком собачка за ремпути. Успел подрасти, да. Сказали про чек, тоже предприниматели обращаются, и фотографии сейчас пересылают, длина чека, потому что сейчас новые позиции, здесь тоже, я понимаю, предпринимателей, новые требования. С 1 февраля. Да, с 1 февраля, что нужно все позиции отображать дополнительные, и такие фотографии человека, и чек в рост, человеческий рост. Понятно, что это не один чек, а лента быстро заканчивается, это тоже расходы. Может быть, есть ли здесь какие-то технические решения, или именно в сторону безбумажного такого? Ну, безбумажная электронная передача. Вот как и было сказано, электронный чек. Да, электронная передача, но что касается чеков бумажных, то предприниматель сам приобретает, это его обязанности. А вот эти ваши чеки, которые они тоже, как и все остальные чеки, такое впечатление, как исчезающим чернил выполнены. То есть, через который раз смотришь, причем тебе бывает, знаете, заложен где-то, хоп, а он уже белый. Через год, да. Роман, я смотрю, вы долго храните чеки, вы такой подкованный покупатель. Да нет, не подкованный вовсе, но просто у меня все время, знаете, хотел спросить, что за краска такая волшебная? Вот это не исчезает, а это исчезает. Ну, это может быть не беда, поскольку онлайн-кассы, да, и транзакции там все-таки сохраняются. У нас-то хранится, операция фискальных данных хранится. У вас, я уже понял, у вас все хранится. А все-таки проблема, в том числе и больших ресторанов, ведь есть так называемый предчек. То есть, когда мы зашли даже в Мишленовский ресторан, которого в стране у нас почти нет, но тем не менее оплатил, точнее съел, тебе приносят счет, счет. Я карточку, ну или кэшем, даже наличкой, и все. А чек-то мне не выдают, и мне даже голову не приходится брать. Я довольный, сытый и так далее, и ухожу. Это проблема вообще или это мелочь, на ваш взгляд? Ну, на наш взгляд, это не совсем мелочь. Это, опять же, уход от налогообложения, сокрытия. А почему уход? Как может быть? Ну, если вы кэш положили и чека нет, значит данные... Счет он мне принес. Ну, он же бумажный счет, он от руки написан, счет. Он с компьютера выведен, с компьютера выведен, с блюда. То есть это его внутренний учет, его внутренний учет, но не наш, не государственный учет. Вот государственный учет, это когда информация пришла с аппарата, с кассового на наш сервер, и мы видим, что да, вот выручка у него получилась 200 рублей там в день. А если эти 200 рублей он провел через свою бухгалтерию внутреннюю, да, официант отчитался о том, что он продал рыбу, картошку, чай, кофе, все. Внутренний учет сошелся, предприниматель доволен, через кассу ничего не прошло. Для нас он в этот день деятельность не осуществлял. Налоги не выплачены. Приходил три курочек хлеба, только заказывал, и все. Проект начался, я сам столкнулся с такой ситуацией. Ну правильно, вы сказали, да. Антон Владимирович говорит, что это, опять же, второй проект. Это проблема, да, ведь, Антон, тоже, это не просто так. Ну вот, если бы не проект, я бы, честно говоря, не обратил внимания, потому что они похожие, бумага одинаковая, только название счета, чек отличаются. Да, и все. И отсутствие QR-кода в том числе. Да, да, да. У нас же, вот я вернусь опять к своим старым выступлениям, когда мы у вас здесь были, мы всегда призывали граждан в том числе и контролировать этих же налогоплательщиков, у которых приобретен товар, при помощи мобильного приложения, которое можно скачать с нашего сайта налог.ру на любую платформу смартфона, когда можно будет проверять QR-код, ушел ли данный чек к нам, есть ли. То есть федеральная служба подтверждает получение данного чека нашими ресурсами. И приобретая товар, налогоплательщик убеждается, что деньги, уплаченные за товар, будут подлежать налогообложению. А если вдруг нечаянно они не попали на наши сервера, то тут налогоплательщик опять же с помощью мобильного приложения может нам сообщить об этом. И тогда уже мы включаемся. Вот чем хороша именно вот эта система онлайн-касс? Мы возвращаемся опять к передаче, которую ранее проводили. Это минимизация проверок. Если раньше у нас работа строилась, ну как на рыбалку ходили, бредни, вот всех. Проверялись. Потому что есть налогоплательщики, которые добросовестные, что их отвлекать от дел насущных с нашими посещениями. А есть недобросовестные. Вот теперь недобросовестные очень хорошо видно. В том числе, как вы правильно сказали, вот по общественному питанию. У нас также проводится анализ сейчас на данном этапе. Но здесь немножко сложнее проводить. Ситуация в чем? Вот вы сказали, что подкрывались у нас маленькие точки общепита. Налогоплательщики самостоятельно регистрируясь, заявляют вид деятельности, например, общепит. Он осуществляет его месяц-два, может быть год. А потом решает сменить свой профиль, но при этом нам не сообщает о том, что он сменяет свой профиль, начинает заниматься отделочными работами, строительством каким-то. У него так и есть у нас сведения, что он занимается общепитом. То есть экономический вид деятельности первый заявленный. И вот сейчас у нас идет анализ отбора. Мы взяли все, кто регистрировался, кто состоит на учете с данным видом деятельности. Дальше мы взяли наш ресурс по регистрации контрольно-кассовой техники, сопоставили. Дальше мы посмотрели, у кого техники нет. Отправили на отработку на места уже, чтобы наши сотрудники ножками посмотрели фактически, что данный предприниматель делает. Те, которые имеют кассы, ресурс посмотрели, передаются ли чеки. Посмотрели средний чек. Вот Антон Владимирович на совещании, когда мы сидели и проводили с разными ассоциациями, в том числе рестораторов, задавал вопрос, а какие критерии риска будут, что вы пойдете именно в этот ресторан или в другой ресторан. Ну, я понимаю, как говорится, представитель предпринимателей, всегда интересно, а чем руководствуется контролирующий орган. Вот в первую очередь мы руководствуемся критериями риска, анализом. Ну, что может быть в анализе, если занимаются одним и тем же видом деятельности? Вот как вы правильно сказали, шаварма. Одна шаварма и вторая шаварма. Разница между ними там 50 метров. Условия одинаковые. И тут школа, и тут школа. И там какая-то организация есть, и здесь какая-то организация есть. Но почему-то у одной шавармы продается 2 шавармы в день, а у другой шавармы 50 шаварм. Ну, вопрос, там где 2, почему? Условия равны. Вот уже нам интересно. Мы пойдем посмотрим, правда ли, что только 2 в день продается. И применяется ли там касса. Второй случай. Например, ресторан. Ночные. У нас ночные рестораны имеют равные условия. Везде алкоголь, везде бар, везде, как говорится, шашлык, везде рыба. Все. Но средний чек в одном ресторане, допустим, 2000 рублей. А в другом ресторане средний чек, именно вот такой же ночной, всего-навсего 100 рублей. Ну, вопрос. А рентабельность? Средний чек 100 рублей. Естественно, вы его не применяете к кассу. То есть, как вы и сказали. Да, вам счет принесли, по счету вы заплатили. Но при этом нам информация о том, что вы побывали у них в гостях и покушали, не передана. Хорошо, что суммы прозвучали. Может, конечно, у двух разных точек общепита. Вдруг у кого-то касса быстрее или интернет. Я хотел спросить. У нас предприниматели смотрят. И они сразу же будут спрашивать, а сколько стоит? Вот примерный порядок цифр. Потому что это же расходы. И контрольно-кассовая техника, и для банковских карт, терминалов. А еще будет интересно, как долго работает. Может, его каждый полгода нужно новый покупать? Нет. Ну, спасибо за вопрос. Я могу цену озвучивать, да? Ну, интересно ли. То есть, полная информация, полная информация, естественно, есть на нашем сайте. По модификациям, по стоимости. По порядку хотя бы. Да, я готова сказать. В данном случае, тот аппарат, который я вам показываю, это EwaTor 5i. Аренда под ключ, когда полностью банк на себя берет все расходы. Это и регистрация фискального накопителя, регистрация кассы, изготовление ЦП. Полностью сервисное обслуживание. Вот под ключ, это 2000 рублей в месяц аренда этого аппарата стоит. Другие варианты аппаратов можно купить в собственность. Порядок цен 20-22 тысячи, это без фискального накопителя, но это чуть дешевле рынка. То есть, это точно не дороже, это рынок, либо чуть ниже рынка. Что касается поломки, то по нашим экспертным оценкам ломаются крайне редко. И по ломкости, скажем так, лучшие кассы на рынке, ну, одни из лучших, чтобы не нарушать законы. А не будет такой ситуации, как вот с сотовыми телефонами? Ты покупаешь, он, во-первых, в принципе, у тебя проработает год, потом начинает глючить. Через два уже все вообще до свидания, вот, к примеру. То есть, это такой же цифровой гаджет. То есть, не будет ли такой системы, когда вот скажешь, а все, а дальше программным обеспечением поддержишься? Короче, дружок, через год надо менять. Что касается программного обеспечения, если изменение в законодательство, то мы перепрошиваем сами, централизованно. Что касается гарантий, то 12 месяцев это гарантийное обслуживание. В течение этого срока мы придем бесплатно, если вдруг что-то сломалось, заменим. После 12 месяцев бесплатного сервисного обслуживания нет. Ну, а потом, ну, продолжает работать. Если у вас есть потребность купить другую модификацию или в аренду приобрести, вы это делаете. Ну, пока жалоб не было. Я почему вопрос-то задал, чтобы с реформой и вообще с проектом с водой не выплеснуть ребенка, это расходы. Я прошу, может быть, сделать полную калькуляцию дополнительных возможных расходов. Мы здорово и доведем до предпринимателей информацию. Не вопрос, без проблем, конечно. Отлично. На такой, как говорится, оптимистичной ноте мы закончим наш эфир. Сегодня говорили об объявлении бизнеса, потому что нужно покупать современный контрольный кассовый аппарат, который уже работает онлайн, как вы видели, и даже, как нас заверяют, по крайней мере, в отдаленных уголках нашей губернии. Спасибо большое, уважаемые гости. Была программа «Тема дня». До новых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания.